Всем привет! У нас очередной урок, и сегодня мы делаем, корректируем красивые, пухлые сексуальные губы. Поехали! Там лайк, подписка, все как надо, и приступаем. Обязательно нанесите сначала бальзам для губ и посидите с ним чуть-чуть. Это вообще ночная маска очень-очень-очень круто восстанавливает губы. А еще ее можно предложить своему мужу, потому что она не очень блестящая, но при этом делает красивые, ухоженные губы. Надо ее снять обязательно перед помадой, если вы хотите сделать что-то очень яркое, эффектное и очень стойкое. А если вам не нужно на губах очень четкий контур, то, конечно, можно маску оставить и немножко внести цвет. Мы сейчас убрали. Я сделаю припудривание. Это нам поможет сохранить стойкость помады и ее не растекание даже при разных форматах. И блеск, и кремовая, и жидкая, и матовая помада. И начинаем работать с карандашом. Я возьму карандаш Гарда, самый темный в бренде, очень остро его точу и начинаю прорабатывать губы с лука Венеры. Его называют лук Капидона, не знаю, почему я его называю лук Венеры. Я рисую чуть-чуть выше основного контура. Затем прорабатываю нижнюю форму и от внешних уголков веду прямую линию. Не бойтесь такого темного оттенка. Мы его сейчас скроем светлой матовой помадой. Боковой частью карандаша подтушевываю. Делаю уже такой градиент. И плоской кистью оттушую границу во внутреннюю часть губ. Затем возьму очень светлую помаду. Я сейчас взяла шарлотту. У меня в бренде тоже есть разработка. Скоро будет, я думаю, что уже осенью. Вот этот прекрасный цвет как раз для такой формы губ. Очень люблю такой же оттенок в Том Форд. В инфобоксе я оставлю самые любимые свои помады светлые. Либо напишите внизу, хотели бы ли обзор красивых светлых помад. Я обязательно на ютубе сделаю. И прям сверху этого карандаша я наношу помаду. У вас не должно быть видно контура. Мы по нему рисуем наши помады. Очень важно именно кисточкой подтушевывать цвет карандаша от края. И вовнутрь можно нанести уже очень светлый оттенок. Добавить живости этому оттенку с помощью либо светлой розовой персиковой помады, либо нашими румянами. И по необходимости проработать слегка контур. Уже сверху. Вот такой объемный и достаточно легкий способ. Используя очень темный карандаш и очень светлую помаду, вы можете добиться. А мы с вами смотрим следующий способ. Итак, следующий способ. Это всего лишь два карандаша и блеск для губ. Я буду использовать наши новинки. Ну, относительно новинки. Это карандаш Верона. Он такой серо-пудрово-бежевый. Красивейший оттенок. И Венеция. Очень светлый, легкий и нежный. Который тоже дает объем губам. Все как всегда. Немножко растушую. Я обожаю этот карандаш. И светлым Венецией заполняю центр губы. Ну и, конечно, сверху блеск. Я возьму бежевый. Это еще несуществующая косметика. А в центр нанесу чуть-чуть розовую. Но это не обязательно. Тоже такие очень интересные, красивые. Ну и пухлые губы. Ну и третий мой прием, который всегда в Инстаграме задается вопросом, что у вас на губах. Это карандаш Флоренция. Он вообще беспроигрышный. В отличие от Вероны, в нем больше розовинки. Но он такой же холодно-серо-бежевый. Я заполняю этим карандашом полностью губы. Так стойкость будет дольше. И вообще я очень часто хожу прям только с одним карандашом. Ни блеска не добавляю, ни помады. Стойкость феноменальная. При этом не сохнут губы. И сверху я наношу свою любименькую помаду. Армани 103. У меня уже, видите, тут нет ничего. Искренне ее люблю. Тоже такой прям секрет красивых пухлых губ. У меня еще есть очень интересный продукт. Я редко о нем говорю. О том даже есть в моей косметичке. Вот моя косметичка. Это продукт высветляющий. Его можно в качестве каяла нанести, высветляющего. Его можно высветлить им внутренний уголок. Сделать, придать ему такое вот прям красивое свечение. Его сделать можно под бровь. И добиться такой холеной, приподнятой брови. Сейчас мы с вами все сделаем. Это вообще мой помощник. И, конечно же, вычертить форму губ. С красной помадой незаменимый помощник. Потому что этим карандашом можно удержать растекающуюся форму помады. Ну, либо сделать более четкий контур. Как мы сейчас с вами сделали. Вот такие три приема пухлых губ мы сегодня с вами рассмотрели. Все, конечно же, на моих карандашах. А все почему? А все потому, что я их сделала с большой любовью. И именно для этой цели. Чтобы губы ваши были красивые, сексуальные, пухлые, вкусные. И не доставляли вам хлопот. Карандаши чудесные.